всем привет это опять я сегодня у нас третий день занятий и сегодня у нас будут в общем то бицепс трицепс или просто руки хочу сказать сразу руки у меня самые трудные самые трудные элементы поэтому еще только с ними не делал но вот как-то не очень они у меня идут поэтому я перепробовал все сейчас я пытаюсь заниматься много повторочкой как и в предыдущих занятиях и вроде как есть определенное улучшение начинаем мы руки это с трицепсов на станке то есть я буду делать трицепсы в двух упражнениях двух упражнениях это идут отжимания и с гантельками повторения ну где-то я делаю каждое я делаю каждое упражнение по 4 подхода количество опять же сколько могу на отжимания и порядка 15-20 раз уже с гантельками ну что ж приступим хочу сказать несколько слов об отношении к спорту и к любой в общем-то активности то есть подходить к любом к любым вещам со со здравомыслием и не стараться что-то делать все и сразу через какую-то силу можно очень сильно травмироваться и это окажет негативное влияние на все оставшуюся вашу жизнь поэтому лучше подойти серьезных таким вещам не надорваться чтобы сильно потом не пожалеть чтобы избежать травм естественно нужно перейду перед занятиями разогреться суставы связки хорошенько разогреть ну вот хочу позволить себе высказать одно мнение по отношению к активным упражнениям или спорту просто как важно все-таки хоть какое-то время начать заниматься по молодости тем чем раньше тем лучше и естественно поддерживать это как можно дольше времени но повторюсь без фанатизма чтобы не нанести себе вреда по сути все или все результаты если взять культуризм или фитнес то есть мышечная масса и все остальное сила это все уйдет это все уйдет а если вы себе нанесете травму она может остаться надолго если на всю жизнь поэтому это очень важно помнить на самом деле цель занятий особенно в молодости это так сказать накопить так скажем здоровья зарядить свои батареи и если вы впоследствии даже бросите заниматься все понятно у всех дети семьи и так далее работы время найти не всегда получается так вот если вы бросите после 40 возможно у вас найдется время начать заниматься то есть вернуться не к некий бар к некой базе которая была создана еще в молодости гораздо проще чем начинать что-то сначала поэтому цель цель этих тренировок это дисциплина и все-таки некий некий задел на всю оставшуюся жизнь после 40 форму набрать с нуля очень тяжело а вот если у вас была некая форма к ней вернуться гораздо проще это основной посыл занимайтесь когда есть время и и неважно какое время вы прозанимаетесь это пойдет на пользу по-любому так четыре подхода сделали на брусьях ну как и все трудные мишки мышцы их нужно уничтожать грубо говоря чем больше вы их уничтожаете чем ведь тем меньше они будут привыкать к нагрузкам тем больше у них будет стимул адаптироваться к этим нагрузкам поэтому они будут гипертрофироваться то есть просто расти надо им не давать покоя не давать им покоя это основная задача а 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 Субтитры делал DimaTorzok Так называемый читинг тоже приветствуется Я делаю это в конце упражнения Когда уже мышца устала И ты не можешь делать полную амплитуду Просто чтобы ее додавить Нужно ей немножко помочь До характерного ощущения Характерного ощущения какого-то жжения Или боли У кого как Субтитры делал DimaTorzok Еще одна небольшая мысль. Старайтесь во время тренировки акцентироваться на том деле, которое вы делаете. Это в принципе не только относится к спорту, это и относится к любому делу. Конкретно если в фитнесе, если вы делаете упражнение, концентрируйтесь именно на этом упражнении, именно на конкретной мышце, на которой вы делаете упражнение. Это помогает вам наладить связь. Я не знаю, как она по-научному называется, но в общем, разговаривайте со своей мышцой, как это ни показалось бы странно. Пытайтесь ее подбодрить. У каждого найдется свой к этому подход. Каких-то тут прямых советов, как это сделать, я думаю, а их не существует. Идея в том, чтобы наладить какую-то связь не только мышечную, но и какая-то на уровне, я не знаю, электронов, нейтронов, как хотите это называйте. Это довольно-таки интересная штука. Продолжение следует... Сейчас мы переходим к бицепсу. Так, всеми любимому. И у меня это является очень трудная мышца. И, в общем-то, сейчас я экспериментирую. Возможно, через какое-то время, когда я почувствую какой-то результат, я вам сообщу об этом. Но карантин заканчивается, поэтому скоро на работу с тренировками посмотрим, как получится. Потому что все-таки приходится адаптироваться к работе, к дальним поездкам и по командировкам. Я вас тоже буду держать в курсе. Будут очень интересные командировки, новые проекты. Поэтому я вам об этом расскажу позже. Так, ну, что сказать по поводу бицепса. Я его делаю сидя. Так получается более изолировано. И в конце перехожу к читингу. То есть доработки, пока меня это устраивает. Дальше будет видно. Так. Дальше будет видно. Для некоторых покажется странным. Делаю слишком большое количество повторений. Но именно с таким количеством повторений я могу загонять бицепс в закисление. То есть до сжения. Если я делаю меньше и с большими весами, закисление не происходит. Просто упираешься как в стену. В принципе, можно делать, я не знаю, 10-12 повторений с большим весом. И потом менять гантели на более легкие. И добивать. Но для этого нужны как минимум вторые пары гантелей, чтобы это делать быстро. Здесь у меня только вот такие. Поэтому я решил, почему бы не поэкспериментировать. Есть некоторые научные статьи, эксперименты, которые показывали, что руки, конкретно руки, они больше реагируют и активнее гипертрофируются с большим количеством повторений. Видимо, это связано в том, с тем, что руки являются основным инструментом. И они более-менее всегда находятся в работе у человека. И поэтому они более адаптированы к нагрузкам. Но, как я уже говорил, и в общем-то ни для кого не секрет, для роста мышц их нужно загнать в зону дискомфорта. Максимального дискомфорта, но в то же время нужно им давать отдохнуть. Иначе они просто не будут восстанавливаться. А вы просто будете жечь мышечную массу, и они у вас просто будут сухие и сжигаться. Поэтому здесь нужен баланс, в общем-то, как и во всем. В общем-то, как и в общем-то, как и в общем-то, как и в общем-то. В общем-то, как и в общем-то, как и в общем-то. По поводу питания. Особенно это важно для людей после срока. Это не является секретом. На самом деле нам нужно гораздо меньше калорий, чем мы их потребляем. По сути, весь всё наше питание складывается из привычек с молодости. То есть, занимаемся мы чревоугольем, а это грешно. И этим чревоугольем мы занимаемся, так сказать, до гробовой доски. Если нам это позволяет здоровье. Как я говорил ранее, чтобы здоровье всё-таки позволяло, нужно заниматься спортом. Но всё равно, калории нам не требуется столько по жизни. Уже замедлен метаболизм. После сорока замедляется метаболизм. Идёт изменение гормонального фона. Поэтому организм столько калорий не сжигает и не сможет сжечь. Это, собственно, поэтому всё это у нас откладывается. В некоторых интересных местах. Собственно, отсюда все болячки. От излишку калорий. От излишка калорий. Весь этот холестерин. Повышенный триглицерид. Ну и всё, что с этим связано. Я думаю, вам объяснять не стоит. На самом деле, естественно, сахары, быстрые так называемые углеводы. Вообще убрать жирную пищу, все знаете. Но кто же откажется от хорошего шашлычка по весне? Вот что делать? Если хочется, значит можно. Иногда. В том числе, даже нужно аккуратнее относиться к длинным углеводам. Это каши, в общем-то. Нам не требуется столько пищи. Нам не требуется столько пищи. И поэтому не знаю, как у кого получится снизить просто количество употребляемой пищи. Начните хотя бы с этого. Если хочется шашлык, съешьте этот шашлык. Но не надо его есть 400 и полкило, а то и больше. Не надо. Как я лично делаю. Съешьте этот кусок мяса, даже если оно будет жареное. Но съешьте его сначала небольшой кусок. И потом вы понимаете, что хочется еще. Замените чем-то другим, я не знаю. Чем-то таким же вкусненьким, я не знаю. Поешьте капуски квашеные. Помидорчиков, огурчиков. Просто заполните кишку чем-нибудь. Потерпите 15-20 минут. И голод отойдет в сторону. Но вы уже не съели остальные 200 грамм вот этого мяса. Я не знаю, сало. Это все так вкусно, я понимаю. Но немного терпения. И все у вас получится. Немного о количестве повторений. Количество это не панацея. Это из той же оперы. Тяжелее поднять. Больше раз поднять. Все ни о чем. Важно наладить связь с мозгом. Важно прочувствовать каждое движение. Прочувствовать, повторюсь, 33-й раз. До характерных ощущений. И как только вы научитесь вот это понимать. Вы будете знать, сколько вам сделать. С каким весом. И так далее. Здесь сделал небольшое открытие. Для себя лично, естественно. Что мне понравилось. Много повторочки. Я с первого раза добиваюсь закисления. И это не важно, на каком повторении. 20-25 раз. Ну, естественно. Больше не стоит. 100 раз. Это уже другие характеристики вырабатывается. Но тем не менее. Если я добиваюсь с первого подхода закисления. Я могу его добиться и во втором, и даже в третьем подходе. До полной усталости. Если раньше я делал с большими весами. Естественно, вес больше ты делаешь каких-то там 12-10 раз. Дальше ты уже не можешь ничего выжить. Но было у меня такое ощущение, вот что-то недоделанного. Вот вроде сделал, уже больше не можешь. Ну, вот, как будто песня не спета. Вот в этой многоповторочке я исправил этот момент. Посмотрим на результаты. Но, по крайней мере, мне ощущение уже нравится. Ощущение, когда на следующий день или через день даже. Ты ощущаешь некие болезненные ощущения, но они приятны. Они приятны. И те люди, которые занимались долго, они знают, о чем я говорю. И, как ни странно это звучит, Но именно вот этих ощущений И не хватает, когда ты остановился И на какое-то время не делаешь занятия. И вот именно эти ощущения Их и не хватает. Как-то так. Уф. Их и не хватает. Их и не хватает. Уф. 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 На этом мы закончили с бицепсом Я с вами буду прощаться Третий день для нас закончился Но я еще сделаю пресс Как обычно Посмотрим Завтра будет пробежка Посмотрим по состоянию Возможно после третьего дня Я сделаю перерыв два дня Соответственно Если завтра пробегусь Поприседаю Можно приседать Также с гантельками На плечах Это не даст полные нагрузки Но я думаю Вкупе с бегом Это загрузит ноги И не даст им Атрофироваться В то время Как вы Находитесь На самоизоляции Сколько эта самоизоляция Продлится Собственно никто не знает Ну в общем то Очевидно что уже Людям надоело Сидеть дома И Если посмотреть в России Довольно таки Много людей Сейчас на улицах В парках Очень тяжело Сидеть дома Когда такая погода Настает Хорошая После зимы Тем более Но здесь Во Франции Вынужден признать Что люди Более дисциплинированные С чем это связано Они просто боятся Штрафов И Так как люди Живут В общем то По большому счету От зарплаты До зарплаты Основная часть Населения Соответственно Эти штрафы Бьют по Семейному бюджету Если хотите Могу Побольше Рассказать О жизни Конкретно Во Франции В Англии Хотя я там уже Не был Три года Но Какое то время Я там жил То есть Сейчас с этим Брекзитом Не совсем В курсе Но Жизнь Франция Испания Могу Вам много Чего рассказать Наверное Буду рассказывать Но Если у вас есть Какие то Интересы Конкретные Пишите Сниму Отдельный Ролик Если Конечно Буду В теме Ну все Всем Доброго дня Суток Будьте здоровы Занимайтесь Активным Активным Видом Деятельности Спортом Да и Просто Прогулка По улице Тоже Всегда на пользу Все Всем Счастливо Пока Продолжение следует Продолжение следует